Ребятки, приветик! Спасибо всем, кто был сегодня со мной на стриме. Мы провели 3,5 часа, мы посмотрели полное солнечное затмение по всему пути от Мексики заканчивая Канадой. Линк и ссылочка на полное видео со стрима будет в описании. Если вам интересно посмотреть во всех городах, через которые прошел полное затмение, смотрите по ссылочке. Конечно, впечатления незабываемы, потому что очень яркие моменты были, действительно темно было. Я такой темноты не видела никогда. Я видела несколько затмений в своей жизни, но они, видимо, были частичные, либо не такие полные затмения. Это было полное затмение, была натуральная ночь. Мы просто были все так впечатлены на стриме, что решили следовать по пути затмения и посмотреть все затмения, которые были. Поэтому, если вам будет интересно, смотрите по ссылочке в описании. Но там 3,5 часа. Это было очень много, очень долго, не для всех. Я хотела вам показать самые яркие моменты, самые интересные моменты, которые, по моему мнению, были в Далласе. Далласовские обозреватели провели потрясающую работу, показали потрясающе красивую картинку. Ни в одном другом городе я не видела такого обзора, как это было в Далласе. Поэтому хватит болтать. Начинаем с вами, ребятки, смотреть. Первое это было из парка. Смотрите, как это все происходило в ускоренном режиме. Смотрим. То есть вы видите, что до сих пор светло. Люди расположились. Затмение было в 13.45 дня. То есть был полный день. Солнечный, теплый. 28 градусов тепла было в Далласе. Теплый, потрясающий, яркий день. Обещали, что будет дождь или тучи. Все переживали, что так и будет. Но в итоге как-то разгладилось небо, разведнелось. И тучи разошлись. И был хороший вид. И вот смотрите, как среди бела дня начинает темнеть. Как быстро это происходит. Смотрите. Смотрите. Вся Америка была на ушах последние два месяца. Только говорили про это солнечное затмение. Ни о чем другом. Вот это я понимаю затмение. То, что я видела до этого. Это вообще близко не стояло с тем, что происходило сегодня. Братяки, ну реально ночь. Реальная ночь наступила. Обалдеть. Обалдеть, ребята. Вот это я понимаю полное, полное затмение. Не то, что там просто сумерки, да? А реально полное затмение. И вот начинает выходить кусочек солнышка, видимо. Начинает немножко светлить. Хотя, в принципе, четыре минуты длилось затмение. Это прошло только две минуты. Но я думаю, что либо фонари вспыхнули, либо еще что-то, что посветлело. Ну, было довольно-таки темно. Сейчас мы это продлим, как бы не будем ждать все это время. Смотрите. Уже прошло три минуты. Все равно темно. Все равно достаточно темно. Вот прошло уже 3,32 минуты. Все равно темно. Это было одно из самых длинных затмений. Четыре минуты сорок восемь секунд. Что-то в таком духе. Около пяти минут. В то время, как обычные затмения, они около двух минут длятся. Это длинное затмение, потому что Луна очень близко была к Земле. И сама тень была очень большая. Поэтому длительность затмения больше, потому что область тени была больше, чем обычно. И вот мы сейчас посмотрим, как начинает светлеть. Смотрите, начинает светлеть. Это уже прошло 4 минуты. И начинает светлеть. Вертолет начинает летать. И вот все, в принципе, затмение полное закончилось. Это не все. Посмотрите теперь, как они освещали это дело самолетов. Это просто, ребята, потрясающе. Во-первых, это было в ускоренном темпе. Смотрите, вот это вот таймлапс сделан. То есть сделали очень быстро на ускоренном темпе. Смотрите, вот Даллас. И вот начинается облет. Смотрите. В ускоренном режиме показывают. Как начнет быстро темнеть. Видимо, дрон. Дрон летит. Это центр Далласа. Небоскребы наши там известные. И вот смотрите, сумерки такие. Сумерки, сумерки. Темнеет. Темнеет. Начинаются загораться фонари. То есть они эти 4 минуты сделали буквально в несколько секунд вложили. И вот смотрите, как они потрясающе все это сняли. Вот вам ночной Даллас, ребятки. Ну реально ночь. Вот ночью Даллас так и выглядит. То есть как Москва-Сити в центре Даунтаун. То есть высотные здания, небоскребы. А дальше просто обычная одноэтажная Америка. Ну, два этажа может быть. Но в принципе, уже дальше обычная деревня, скажем так. Все. Вот все. На этом закончилось. Дальше теперь смотрите. Мы сейчас посмотрим, как они сняли в обычном режиме, но тоже самолетов. Так, это Клевлон. Мы потом Клевлон тоже посмотрим. Но вот это вот показали NBC. Очень хороший репортаж сделали. Посмотрите, тоже обалденный репортаж. Очень молодцы. Давайте просто понаблюдаем за этим несколько минут. Вот краешек остался. Потому что мы увидим, как солнце скроется за горизонтом. И тогда мы получим это кольцо с бриллиантом. Прямая трансляция из Далласа. Как красиво сняли. Вот эта телестанция NBC. Если наши числа идут правильно, мы находимся на отметке 140 градусов. Луна поглощает последние несколько дюймов дневного света, которые мы видим от Солнца. Люди, как только мы достигнем полной освещенности, вам не понадобятся очки. Начнем с этого места. О, боже мой. Вы можете видеть уличные фонари, освещающие Саманту. Это именно то, о чем вы говорили там, на мосту. К счастью, движение все еще продолжается. Но здесь, в Северном Техасе, уже стемнело. Давайте посмотрим наверх. Там осталось совсем немного. Вот и все. О, боже мой. О, боже мой. Вот оно. Все. Ну и ну. Полное, полное затмение. Смотрите, какая темнота. Это... Мы в полном согласии. Вы можете снять очки. 13.45. 13.45 дня. Я имею в виду, что это просто невероятно. Так оно есть. Вот они дала снимать самолета. Итак, Саманта, что мы здесь видим? Это выглядит как большое глазное яблоко. Да, по сути, это самая внешняя атмосфера Солнца. Вот на что мы смотрим. И как я уже упоминала, мы находимся в середине активного солнечного цикла. Так что, если мы присмотримся повнимательнее, то, возможно, сможем увидеть солнечную вспышку. Прямо сейчас я ее не вижу. Но мы должны были это сделать. И мы начинаем видеть несколько звезд. Да. Я ищу Венеру. Я вижу самолет. Держу пари, что эти люди прямо сейчас устраивают настоящее шоу. Киндис Свит находится на борту самолета, вылетевшего с аэродрома 1245 во Флориде. Это все? Я думаю, что это Венера. Я думаю, что это Венера, самая яркая звезда на небе. Вполне возможно, что так оно и есть. Да. Вы сказали, что мы увидим планеты. Мы должны увидеть и другую планету. Вы говорили с Самантой о том, что некоторые из этих зданий находятся на датчиках и смотрят сюда. И я думаю, что Амни прямо сейчас проецирует изображение затмения. К счастью, они немного смягчили ситуацию. Иногда в Омни бывает светло, как днем. Здесь темнота. Мост. Омни – это большой отель в центре Далласа. И они, видимо, на него поставили какие-то камеры и снимали оттуда. На Маргарет Хилл освещен. Ну, ребята, это реально ночь. Ребята, я просто потрясен. Прямо с каждой стороны. Рик Митчелл – лучший участник встречи выпускников. Рик от этого просто захватывает дух. Предполагается, что я должен говорить. Предполагается, что я должен говорить. Я даже не знаю, что сказать. Я просто потрясен увиденным. Я имею в виду, что это просто невероятно. Наблюдать, как сгущается темнота и солнце садится, описывая дугу в 360 градусов по всему горизонту. Я имею в виду, что от этого просто захватывает дух. Обращаюсь к тем из вас, кто не считает, что это имеет большое значение. Так оно и есть. Да. Вот здесь прямая трансляция с одной из наших камер. Футбольный клуб Далласова-Фриско. Я тоже думаю о том, что в 1878 году в Северном Техасе впервые произошло полное солнечное затмение. Люди вообще знают, что должно было произойти. Я имею в виду, что у нас долгое время были астрономы, но сегодня, в 2024 году, мы можем дать вам наглядное представление о том, что происходит. Вот прямая трансляция с техасского Скайрейнджера. Вы можете увидеть центр Далласа так, как будто сейчас ночь. Вы знаете, мы хотели, чтобы небо было чистым, но когда мы видим облака вдалеке, это потрясающий вид. Это, конечно, лучше, чем мы надеялись. Это просто замечательно. Люди, которые испытали то же самое, что и в Грейпвайне, в городе вечеринок, надевают очки. Им не нужно этого делать, но они смотрят вверх, когда тотальность окутывает Грейп. Да, в разных местах смотрели, в Далласе. И еще раз повторяю, «Техасский небесный рейнджер» здесь, над центром Далласа. А вот и живое изображение с наблюдательного пункта Рика Митчелла, расположенного на вершине бара. Мне понравилось именно то, что они показали самолета, даже не с дрона, а самолета показали сам Даунтаун Далласа. Это очень, конечно, красиво, потому что ночью так и выглядит. А у них было 13-45 дня, смотрите, прямо натуральная ночь. Прямо сейчас у меня в школе учатся двое детей – шестилетний и восьмилетний мальчик. Они в полной мере осознают то, чему их научили на уроках естествознания. Вот что это такое. Это кольцо с бриллиантом. Это даймонд. Это даймонд. Кольцо с бриллиантом. Это действительно так. Это просто фантастика. Да, там наверху потрясающее зрелище. Люди хлопают в ладоши. Теперь вы видите, как быстро становится светлее. Луна сейчас движется по Солнцу. Солнце начинает появляться снова. Теперь все официально завершено. Скоро взойдет Солнце. Вот это называется кольцо с бриллиантом, когда Луна начинает уже уходить в сторону, и кусочек Солнца появляется из-под тени Луны. И вид такой получается, как будто вот так кольцо, а здесь вот бриллиант. И они называют это кольцо с бриллиантом. Но обычно это очень красивые фотографии. И все потом разберут эти снимки по всем каналам, по всем соцсетям разбежится, что вот это кольцо с бриллиантом обычно, особенно если на хорошую камеру снимать, то вид потрясающий, конечно, будет. Да, люди хлопают в ладоши. Это просто фантастика. Просто чудесно. Что вы об этом думаете? Да. Поездка того стоила. Так много людей приехали со всего мира, чтобы побывать здесь, в Далласе, крупнейшем городе на пути тотальности. Испытали это. И даже с облаками. Ну и что? Он сделал то, что должен был сделать. Как человек, который здесь живет. Да, это потрясающе было в Далласе. Сейчас мы посмотрим в Кливленде. И еще посмотрим одно, было неплохое, такое интересное, в Нью-Ингланд, Новая Англия. Вот посмотрите, как это происходило в Кливленде. Процесс здесь. За секунды до полного затмения мы увидим несколько вспышек света на внешнем крае Луны, и это будут бусины Бейли. Вау, вот оно что. Посмотри на это. Это почти здесь. Это почти так. Послушай, как толпа позади нас подбадривает это. Вау. Так что, если вы можете выглянуть в окно, посмотрите на цвет воздуха вокруг вас. Все становится очень плоским и серым. Мы всего в нескольких секундах от того, чтобы появились бусины Бейли. Тогда у нас будет так называемое бриллиантовое кольцо. Последний маленький проблеск солнца перед полным затмением. А когда произойдет полное затмение, вы снимете очки, и, надеюсь, сквозь эти перистые облака мы сможем увидеть корону солнца. И это единственный раз, когда вы сможете увидеть корону солнца. Так что, надеюсь. Я, как и ты, смутно помню, как в детстве брал это. И у меня, конечно же, не было эксперта из НАСА, эксперта-метеоролога, как я уже сказал, эксперта по затмениям, который стоял бы рядом со мной и объяснял мне все это. Прямо сейчас скажи мне, что мы видим. Ну, там есть только эта крошечная оранжевая полоска. Вот и все, что там есть. И ты можешь видеть эту крошечную оранжевую полоску. Но Бетси абсолютно права. Если вы снимете очки, не смотрите на солнце, а посмотрите вокруг, вы увидите цвет. Так что помните, что Солнце в 400 раз больше по диаметру, чем диаметр Луны. Луна в 400 раз ближе к Земле. Это геометрическое совершенство, и мы находимся прямо на этом пути. С тех пор мы больше не попадали в зону полного затмения. 1806 год. И мы не попадем в нее снова до 2445 года, где-то в Агайо в 2099 году, так что осталось всего 75 лет. Но для Кливленда это 420 лет. 2445 год. Это просто совершенно потрясающе. Вау, так и есть. 312. Это самая болезненная часть всего процесса. Это ожидание, и все ждали 313 лет. Так что мы получаем полное затмение прямо к юго-западу от Кливленда. Полное затмение началось в Мансфилде. Мы находимся в нескольких секундах от него здесь, в центре Кливленда. Вот оно что. Вот и толпа. Давай послушаем. Спускается. И становится заметно холоднее. Так и есть. Температура падает. Вау, так и есть. Да, просто подожди. Святые угодники. Становится лучше. Вау. Пока не снимай очки. Еще нет, еще нет. Вот оно что. Вот оно что. О боже. И вот бусы Бейли. Я говорю, вау. Поняла. У нас полное затмение. Вот оно что. Хорошо, у нас также есть Венера. Планета Венера видна прямо сейчас. Внизу справа. Здесь на Земле зажглись уличные фонари. Все уличные фонари. В центре Кливленда они включены. Смотрите, как темно становится. Можешь видеть край тени позади нас. И там так много всего, что на севере намного ярче. Вот видите, в окошке показано, в большом окне показано, что происходит на небе с камеры. А в маленьком окошке, вот тут внизу справа, показано, что люди видят. То есть как становится темно. И если бы мы собирались увидеть ту комету Диабла, о которой нам рассказывал Рас, ранее на этой неделе, на прошлой неделе, она была бы справа от Юпитера. Да, там еще есть комета Диабла. Я в своем предыдущем видео рассказывала про эту рогатую дьявольскую комету. И многие надеялись, что они ее увидят, вот они про это и говорят. Я не вижу ее из-за этих перистых облаков прямо сейчас. Но я собираюсь сфотографировать. Пожалуйста, сделай это. Я тоже вижу, что у нас на концах есть бусины Бейли, что довольно интересно. Итак, мы находимся в солнечном максимуме. Солнце работает по 11-летнему солнечному циклу, максимум и минимум. В 2017 году, когда я был в Джефферсон-Сити, у нас не было солнечного максимума. Но у нас все еще был этот удивительный вид. В этом году у нас солнечный максимум, так что мы получаем возможность увидеть гораздо больше энергии, выходящей наружу. И возможно, на самом деле, в нижней части вы видите это маленькое мерцание. Мерцание внизу. Есть люди, которые, возможно, смогут рассказать нам об этом. Я не знаю этого наверняка, но у меня будут люди, которые, возможно, смогут рассказать нам об этом. Да, так и есть. Что же там происходит и что мы видим? Верно. Это просто потрясающе. И да, сейчас на западном горизонте мы начинаем видеть свет, идущий оттуда. Но на востоке становится темнее. Но на востоке становится темнее. Вы можете видеть целое кольцо более яркого неба, желтое кольцо вокруг нас. И это происходит только тогда, когда вы находитесь прямо здесь, на этом пути. Позвольте мне спросить двух моих экспертов здесь. Как долго мы пробудем на этом этапе прямо здесь? Три минуты и пятьдесят секунд. Итак, мы ведем обратный отсчет. И это почти в два раза больше времени, чем у меня было в Джефферсон-Сити. Так что это просто невероятно. Теперь мы выключили наши фонари, и теперь мы можем немного лучше видеть корону солнца. И, конечно же, серьезные облака немного играют с нами злую шутку. Но я имею в виду, что мы действительно можем это увидеть. О боже, мы действительно можем это увидеть. Так что это просто невероятно. Это действительно невероятно. Ты знаешь, это интересно. Я наблюдал за этим по телевидению. Я думаю, в Индианополисе, когда это произошло, и корреспондент сказал, что это похоже на вечность. И так оно и есть на данный момент. Вы думали, что это будет очень быстро, но это хорошая растяжка здесь. ...которые наблюдают за этим явлением. Вот оно что. Кольцо с бриллиантом. А вот и наши бусины Бейли. Это были самые быстрые 3 минуты и 50 секунд в моей жизни. Но это конец полного солнечного затмения в Кливленде. Теперь снова начнут загораться огни, а это значит, что снова начнет светить солнце. Городские огни вот-вот появятся. Да, можешь это видеть. Просто удивительно, как быстро стемнело, когда мы попали в полную тень. И как быстро стало светло теперь, когда мы выходим из нее. Если вы посмотрите на что-то белое и увидите странные линии или что-то движущееся, на самом деле вы увидите атмосферу. Вот. И еще одну посмотрим из Новой Англии. Здесь тоже было очень ярко и такое темное достаточно затмение. Было интересно посмотреть. Смотрим. Так, по-моему, сейчас переводить я просила. А, переводить. Я бы хотела, чтобы у меня был способ измерить шум толпы. Все становится намного тише, поскольку все больше и больше людей просто смотрят и не так много разговаривают. Нужно собрать очень много информации. Еще одна вещь, которую вы можете заметить, находится позади меня. Гораздо больше людей надели свои куртки и несколько слоев одежды, потому что здесь становится немного прохладнее. Вы можете видеть, что небо темнеет, так как мы приближаемся к полной темноте всего через две минуты. Это совершенно невероятно. Судя по температуре, она уже упала примерно на 2 градуса, но должна вам сказать такое ощущение, что она упала еще больше. Мы будем следить за термометром в течение следующих нескольких минут. Но сейчас мы начинаем обратный отчет. Вы можете видеть, что каждый из нас направил свой сайт сюда, к Солнцу, так как мы сейчас ждем завершения, и оно становится все ближе и ближе. По мере того, как мы продолжаем смотреть на толпу, становится все темнее. Все смотрят вверх, чтобы увидеть, как происходит это совершенно великолепное событие. И вы можете видеть, что становится все тише. У нас был диктор на заднем плане, который спрашивал толпу, «Хорошо, кто здесь ботаник?» И все в унисон ответили, «Я ботаник». И это было так круто. Я должна вам сказать, такое ощущение, что это нечто такое, что просто объединяет всех вместе. Не имеет значения ваше происхождение, не имеет значения, откуда вы родом. Это просто круто. Боже мой, ну вот и все. Это уже близко. Ух ты, только посмотрите на это. Посмотрите, как быстро темнит начинает у них. Все в порядке, ребята. Мы начинаем. Примерно через минуту мы войдем в состояние тотальности. Все в порядке. Итак, сейчас нам нужно обратить внимание на одну вещь. О, боже мой. Четыре. О, вот и мы начали. Три. У нас есть эффект бриллиантового кольца, так как мы сейчас входим в тотальность, ребята. Ноль. А теперь наденьте очки. Вы можете снять очки. Как долго это продлится? На протяжении трех минут, в течение этой одной минуты. У меня мурашки по коже. Ничего себе. Темнота, натуральная темнота. Я имею в виду, что это просто невероятно. Кёлин, в одно мгновение все превратилось из ослепительно яркого в ночное. Я сейчас вернусь. Я вам точно говорю, и мне бы хотелось, чтобы вы, ребята, почувствовали, как внезапно упала температура. Вы заметили толпу? Все просто в восторге. Это просто потрясающе. Честно говоря, это внушает благоговейный трепет. Это такой особенный момент, который мы все переживаем прямо сейчас. Это совершенно невероятно. А также клуб. Прямо сейчас мы рассматриваем следующее. О, боже мой. Прямо сейчас мы рассматриваем солнечную корону. Мы только что прошли то, что называется эффектом бриллиантового кольца. Мы совершенно точно видели бусы Бейли. Несмотря на небольшие облака, которые здесь были, они никоим образом не мешают нам видеть. Это просто потрясающе. Мне было интересно, что собирается делать толпа. Будет ли она аплодировать или просто уйдет и заставит замолчать. Во многих отношениях это духовный опыт. На многих уровнях. Если обратиться к древним временам давным-давно, то это считалось очень-очень духовным событием, независимо от того, было ли это хорошим предзнаменованием или плохим. И даже облака, которые вы видите на горизонте прямо здесь, гораздо больше похожи на закат. Потому что в них есть немного облаков. И это было одной из причин, по которой мы думали об этом. Там было немного облачно. Возможно, вы увидите на горизонте действительно впечатляющие цвета. И мы это видим, и это здорово. А еще интересно посмотреть на Луну. Луна круглая, но на ней также есть горы, долины и... Я могу и я должна... Цвет вашего лица... Я могу... Это все я не буду рассказывать. Потому что вы... Похоже на все остальные... Испытывают благоговейный трепет... ...танцев. Но теперь, когда мы собрались вместе... Разница в том, что там снимали все с центра городов, с даунтауном. А здесь они снимали на каком-то то ли пригорке, то ли горке какой-то. И видно было вот этот вот как бы горизонт, который очень ярко. Такой как бы оранжевый или желтый. Такой интересный как бы горизонт. Вот. Поэтому я и выбрала именно этот город. Хотя в титрах написано, что это Новая Англия. А здесь написано, что Берлингтон-Вермонт на самом видео. Так. Ну все, будем заканчивать. В настоящее время в Берлингтоне, штат Вермонт, завершено тотальное наблюдение. И это как раз вовремя. Вы можете видеть, что все уже завершено. Начинает светлеть. И все. Вот. Ну в общем, ребята, если вам интересно посмотреть во всех других городах, начиная с Мексики, то опять-таки ссылочка на полное видео будет в описании. Ставьте лайкосики, поделюсьики. И надеюсь, что ничего не произошло. Я знаю, что в этот день запустили коллайдер. И в этот же день НАСА там обстреливало с каких-то пушек это все дело. Вот. Надеюсь, завтра мы не проснемся в какой-нибудь параллельной реальности или в параллельной вселенной. Я надеюсь, что у нас все будет с вами хорошо. И мы посмотрели интересное событие. Реально было очень темно. Такого я не видела никогда. Это было просто потрясающе. Все, ребятки, всем пока. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok